МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали результаты проведения итогового сочинения. Второй год подряд выпускники пишут письменную работу, считающуюся допуском к единому госэкзамену. Более 6 тысяч учеников в этом году писали сочинения или изложения. По результатам проверки 99% справились с заданием. Молодежи во все времена интересна тема любви, отметил министр образования Владимир Иванов. Поэтому многие решили поразмышлять, как человеческие отношения отражены в различных литературных произведениях. Особо одаренные ученики подошли к написанию сочинения творческие. Но есть и те, кто зачет не получил. Возможность передачи 3 февраля и 4 мая существует. 5% сами как считают пределы допустимых погрешностей? Для нас он слишком хороший даже в какой-то степени, потому что мы считаем, что наши результаты очень находятся под пристанным вниманием Министерства образования России. И поэтому ЕГЭ по итогам сочинения к нам будет пристанным вниманием, чтобы мы его грамотно провели, во-первых, объективно. В 2016 году итоговая аттестация в 11 классах будет проходить с некоторыми изменениями. Из заданий ЕГЭ по истории, обществознанию, географии и информатике будет исключена тестовая часть. Внесены изменения в порядок проведения аттестации в 9 классах. Выпускникам необходимо обязательно сдавать 4 предмета. Русский язык, математику, а также 2 предмета по выбору самих учеников. В 2016 году ужесточаются требования по безопасности и прозрачности процедуры проведения экзаменов. Но судя по итогам этого года, школьников это не смущает. Они показывают хорошие результаты, побеждают на Олимпиадах разного уровня, в том числе и всероссийских. Говорили на планерке и об экономике. В Архангельской области побывала бизнес-делегация «Щувашием». В ходе встреч и переговоров определились направления сотрудничества. Уже нашли точки соприкосновения наш Чиас и Архангельский Севмаш, крупнейшее судостроительное производство страны. Понятно, что северян интересуют сотрудничество в сфере сельского хозяйства, прежде всего закупки мяса и овощей. Чтобы поставки последних были круглогодичными, нужно расширять тепличную сеть. И об этом будут думать наши сельхозпроизводители. Обратили внимание хозяева и на сельскохозяйственную технику. Ведь Чуваши в состоянии поставлять на север комбайны и тракторы. Нам же архангельские производители готовы предоставить высококачественную древесину и морепродукты. Делегации из Архангельской области планируют приехать в Чувашию в марте следующего года. Тогда же будет подписана дорожная карта по реализации соглашения. В ней конкретно пропишут обязательства двух сторон. В Доме правительства обсудили вопросы контрольно-надзорной деятельности, которые проводят в отношении органов местного самоуправления. Фиктивное управление общественными финансами, подготовка качественной документации – одни из основных условий своевременной реализации всех намеченных планов. В выходящем году республике удалось многое сделать. Мы реализовали целый ряд проектов, которые позволили нам добиться повышения качества жизни в республике. Это и строительство детских садов, фельдшерских пунктов, открытие новых производств с высокотехнологичными рабочими местами. В ходе совещения обсудили механизм проведения различных проверок. Глава республики сделал акцент на том, что вся контрольно-надзорная деятельность должна быть максимально гласной и открытой. Проверки не должны дублироваться, а наказание – всеразмерное нарушение. Отдельная тема совещания – проверки в части пожарной безопасности. Всего было предназначено у нас с учетом непланового проверки по поручению правительства в прошлом году 260 проверок, то есть 12 проверок добавилось. Типичные нарушения у нас остаются, к сожалению, из года в год. С момента принятия закона оборудования самоправления 131-го. Так мы продолжаем проверку, те же замечания из года в год остаются. По данным МЧС, неблагоприятная ситуация с пожарами сложилась в Алатарском, Шумерлинском, Цивильском и Козловском районах. У нас произошло 26 пожаров. Это на два пожара больше, чем за этот же период прошлого года. В основном каждый случай рассматриваем на заседании. В основном горят это бани и домовладения граждан. Михаил Игнатьев отметил, что человеческий фактор всегда присутствует в такого рода происшествиях. Но все же муниципалитеты не должны устраняться от решения этих вопросов. И добавил, что на 2016 год перед правительством республики стоят серьезные задачи. Нам нужно решить проблему с обучением детей во вторую смену, продолжить работу по обеспечению качественной медицинской помощи, шаговой доступности, расширить возможности для получения специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Планируем закончик строительства нового хирургического корпуса республиканского онкологического диспансера на 5000 операций в год. В сельской местности будут строиться клубы, ФАПы, спортивные площадки. От того, насколько эффективно будут работать на местах, зависит, реализуется ли все запланированное. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня 20 чебоксарских семей получили ключи от новых квартир. Все они будут проживать в недавно построенном доме по улице Богдана Хмельницкого. Сюда новоселы переезжают из ветхих бараков. С праздником горожан поздравил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Постоянно протекающая кровля, ветхая проводка, удобство на улице. Все они познали, что это такое жить в спартанских условиях. Многие из этих семей ютились в аварийных домах более 40 лет. Ключи от новой квартиры получила и Надежда Воронова. Женщина говорит, лучшего подарка в преддверии праздника не придумаешь. На Гражданске я жила 70-го. Мне было 19 лет, я пришла туда. А сейчас мне 66 лет. Были очереди у нас, конечно, как, в лице, квартиры получать, но все это прошло. Вот дождалась этих ключей. Спасибо. Вместе с Надеждой Вороновой прописку в этом доме получат еще 19 переселенцев. В квартирах новоселов уже есть обои, подведена сантехника и установлены газовые плиты. Насколько добротно подрядчики выполнили отделку комнат, оценил и глава республики. Поздравляю. Газ горит. Тепло есть. Чего еще надо? Балкон есть. Ваши конвокнули все. Живите богато. Милые согласия. В столице республики все переселенцы получают одинаково благоустроенные квартиры. Даже если раньше семьи проживали в общежитиях, им все равно предоставляют площадь в 23,5 квадратных метра. Разница субсидируется бюджетом. Это действительно для России уникальное такое решение, потому что других регионов этого решения нет. По первому этапу дополнительно из бюджета города проплатить разницу квартир 120 миллионов. Квартиры для переселенцев застройщики предоставили безвозмездно. Территорию, где сейчас стоят бараки, власти города отдадут этим же подрядчикам для дальнейшего строительства жилья. Они обязуются 77 квартир. Вот 20 уже, еще 57 квартир. Перспектива новых строящихся домах они будут жителей переселять. Бюджет города, бюджет республики, благодаря вот таким решениям, администрация города, Чебоксарского городского собрания, экономится 150 миллионов. Программа переселения граждан из аварийного жилья в республике реализуется без боев, отметил Михаил Игнатьев. Более чем 5 миллиардов рублей на эту программу выделяются средства. Обеспечивать софинансирование непросто, но мы выполняем, находим варианты, инструменты для того, чтобы по нашей утвержденной программе эти семьи получили свое счастье. Это подарок со стороны государства. Решить проблему аварийного жилья в республике планируют в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В преддверии праздников и массовых гуляний противодействия различным преступным проявлениям. Актуальный вопрос. У всех будут праздники, а у нас будут усиленная работа в круглосуточном режиме. И выходные дни, и другие дни. Все должны в зоне доступа любой связи быть. Михаил Игнатьев отметил, в республике сохраняется контроль над криминальной ситуацией. И в этом огромная заслуга правоохранительных органов. И все же внимание к деталям должно быть более пристальным, отметил прокурор Сергей Легостаев. Пока же прокурорские проверки выявляют факты несоблюдения антитеррористического законодательства, которое продолжает иметь место в некоторых городах и районах республики. Не везде ограничен свободный доступ в подвальные и чердачные помещения на квартирных жилых домов. Это Красноармейский, Парецкий, Цивильский, Шемуршинский районы. В отдельных образовательных и детских дошкольных учреждениях не соблюдается пропускной режим. Батарийский, Красноармейский, Урмурский районы. Каждое министерство и ведомство ведет реестр профильных предприятий, в котором указана оценка их уязвимости. Исходя из этих данных и разрабатывается план по противодействию терроризму. Отдельная тема – законность в миграционной сфере. Госорганы пресекают факты регистрации иностранных граждан в так называемых резиновых квартирах. Однако, согласно прокурорским проверкам, не везде работа в данном направлении ведется должным образом. В этом году заведено 12 уголовных дел по фиктивной регистрации. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Новогодняя Академия Волшебства впервые распахнула двери для всех желающих в минувшие выходные. Место сбора юных волшебников – здание бывшего Чебоксарского кинотеатра «Сеспиль». Под Новый год волшебство верят всем – и взрослые, и дети. Дед Мороз еле справляется с исполнением желаний. Академия готова работать в праздничные дни чуть ли не круглосуточно. Специально для жителей столицы подготовлена действительно сказочная программа. Настроение поднимается еще при входе. Празднично украшены ели, световой фонтан. Ледовые фигуры создают атмосферу волшебства. Внутри же – теплая семейная обстановка. На первом этаже у нас расположились два кафе. Одно – это литературное кафе. Второе кафе – это семейное, где можно попить кофе, чай, согреться. Также на первом этаже расположились очень интересные фотозоны. На втором этаже расположились наши точки, ярмарка продаж, новогодних сувениров. Также проходят мастер-классы от наших школ дополнительного образования, от детских студий развивающих. Здесь можно изготовить своими руками новогодние подарки, елочные украшения, открытки. Работают мастер-классы, где специалисты помогают освоить модные сегодня техники – декупаж, скраббукинг. В особом почете – новогодняя флористика. Мастерская Деда Мороза принимает всех без ограничения возраста. Как говорится, было бы желание. Организаторы подумали и о сюрпризе для тех, кто очень-очень сильно верит в сказку. Настоящей изюминкой новогодней Академии волшебства стал вот этот трехметровый трон Деда Мороза. Здесь каждый может почувствовать себя настоящим волшебником. Юные гости могут написать и отправить письмо по главной городской почте Деду Морозу. Мы видели Деда Мороза, нам очень понравилось. Я написала письмо Деду Морозу. Ты ждешь от него подарок, да? Да. А что ты дала? Кто хочет подарок? Куклу. Новый год, потому что это самый веселый праздник и всем подарки дарят. Не то, что на 1 сентября или на 8 марта. Я написала, чтобы у меня был костюм принцессы Аброгой и барби с одеждой. Всех любителей кинематографа порадует насыщенная программа ретро-кинофестиваля. Зимние фильмы и мультики можно будет смотреть бесплатно. Кроме того, горожан ждут новогодняя танцевальная студия и серия праздничных дискотек. Мне понравилось то, что тут все так прикольно. Поучаствовали в многих конкурсах. Там дискотека сейчас на улице. Очень классно. Конкурсы проходят. Очень много еще чего есть. Здесь очень здорово, классно, весело. Такой праздник замечательный. Нам очень нравится с детишками здесь. Здесь есть и выставки, и Деда Мороза, и такие хорошие здесь. Ходят персонажи. Очень интересно. Узнать обо всех праздничных мероприятиях, которые проходят в столице республики, можно будет, позвонив по номеру 60-2016. Единая сказочная служба ответит на все ваши вопросы. Принимать звонки сказочные операторы будут с 11 до 21 часа в течение всех праздников. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Время отдыхать в Чувашии. Туристическая карта республики пополнилась новым маршрутом. В Яндиковском районе распахнула свои двери сельская усадьба по Снерке. Что она представляет гостям в нашем материале. Свежий воздух, живописные виды и отдых вдали от городской суеты. В последнее время сельский туризм становится брендом Чувашия. Эта территория много лет стояла заброшенной, а теперь здесь появилась настоящая усадьба. Лечебный корпус, гостевой дом, банный комплекс уже готовы принять первых отдыхающих. Наверное, открытие этого первого этапа, тот самый пример, когда сила родной земли дает эту энергию и предпринимателям, инвесторам. Насколько сильна ваша поддержка. Вы большие молодцы, и, конечно, это победа первая, да, вот первый этап. Это начало серьезного и сложного пути. Номера по-домашнему уютные. В отделке использовали природные материалы. Сейчас сельская усадьба рассчитана на 90 человек. Но в будущем отдохнуть там смогут более 200. Здесь очень уютно и красиво. Такие очень хорошие, ухоженные, приятные и духу времени, тем более для здоровья, апартаменты. Туристический комплекс раскинулся на 25 гектарах. Территории застроены пока частично. Со временем там появятся новые объекты. Отдыхать и лечиться здесь можно будет в любое время года. Здесь замечательная экологически чистая природа, прекрасный лес, сосновый бор, каскад прудов, 9 прудов. Два из них для купания, остальные пруды зарыблены. Здесь можно прекрасно порыбачить, отдохнуть, покупаться, собирать ягоды, грибы. Организаторы уверены, отдых на родной земле достойно альтернативы заграничному. Проверить это может любой желающий. Гостей уже ждут со всех уголков нашей страны. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова